Сегодня в нашей программе Отец Сергий Бельков снова поможет вам разобраться в ваших сомнениях. Подскажет, как лучше поступить в той или иной ситуации. Что посоветуете, батюшка? Здравствуйте, батюшка. Вы знаете, вот сейчас многие люди жалуются на то, что жизнь стала тяжелее, потому что в мире много агрессии. Но сейчас многие приходят к вере, и я думаю, то духовное просветительство, которым вы занимаетесь, им как раз в этом помогает, чтобы жить в этом агрессивном мире. Которым мы с вами занимаемся вместе и будем заниматься, так и Бог, дальше, чтобы действительно та агрессия, о которой вы говорите, была значительно меньше в мире. Ряд вопросов, на которых мы сегодня с вами постараемся ответить. «Что означает такое церковное действие, как помазание? Можно ли ходить на помазание, если опоздал и не отстоял службу?» Станислав. Здесь, видимо, имеется в виду или и помазание, которое совершается на всеночном дне. И если человек опоздал и не отстоял всю службу, но или и помазание пришел, конечно, подходить можно. Но желательно все-таки с доброй совестью подойти к этому обряду и отстоять всю службу, как положено, потому что или и помазание это почти уже в конце службы осуществляется. И другой вопрос, что если человек опоздал на работе, был транспорт подвел, ну, такая причина, благословно виною отшитшая, то есть человек отошел с храма, тогда совесть его будет спокойной. И помазание осуществляется священник освященным Илеем либо в этот день, если была лития, это специальная такая усиленная молитва, либо тем Илеем, который остался в предыдущей аналогичной службе священному астрону. Оно освещает наши мысли, чувства и помогает, конечно, на исцелении не только духовного и телесного. Вопрос от рабы Божией Татьяны. В болистье я делал аборты, и сейчас, обретя веру, я постоянно каюсь в этом грехе. Должен ли мой муж, с которым мы вместе принимали решение делать аборт, покаяться в грехе детоубийства? Давно должен был покаяться ваш муж, потому что я уже не говорю о том, что муж и жена составляют единое тело во Христе, но он в любом случае выступал либо в роли подстрекателя, либо соучастника, даже если говорить вот таким юридическим языком. По крайней мере, он не воспрепятствовал этому. И был виновником беременности. Принялся участие в убийстве человека, вашего неродившегося ребенка. Конечно, он должен покаяться и понести наказание. Эпидемию он должен понести за это. А если муж не хочет этого делать, то жена может как-то отмолить этот грех за него? Жена может отмолить, чтобы он дошел до такого состояния, понимание того, что необходимо покаяться. Расказаться за чужой грех мы не можем. Мы можем только за свой грех. В этом еще и есть свобода человека. А если он не хочет, а если он считает это правильно, как вы можете за него? Но чтобы сердце его расположилось к покаянию, чтобы он согласился когда-то, может, на смертном одре, потому что бывают случаи, когда человек не ходил, не ходил в церковь, а вот перед смертью все-таки приглашают священнослужителей. И вот мы приходим, конечно, помогаем человеку, и задаем вопросы, наводящие грех, где-то убийство в аборте, я имею в виду, он распространенный, поэтому, конечно же, мы задаем такой вопрос, что это мужчина, задаем вопрос, не участвовал ли он в этом убийстве, или советом, или понуждением, допустим. Некоторые же заставляли жен совершать этот грех. У меня есть грех, который не могу преодолеть в течение всей жизни. Я очень обидчивый и обижаюсь на людей по любому поводу. В связи с этим становлюсь злым и агрессивным. При этом сам от этого страдаю. Посоветуйте, как преодолеть этот недостаток Александра. Александру нелегко жить с такой чертой характера, как обидчивость. И зачастую обидчивые люди находят себе предмет для обида там, где ее просто не существует. Кто-то безвобно пошутил, кто-то хотел помочь, а человек всегда думает, что ему старается навредить. Для этого необходимо включать так называемый добрый помысл. Если человек старается или сделал нам даже замечание какое-то, нужно не думать о том, что хотел нас обидеть, а то, что он хотел нас научить, что он хотел нам подсказать, что он делает это с добрым расположением. Тогда вот эта вот агрессия, она не так будет выплескиваться или, по крайней мере, она уменьшится. Потом что такое вот эта агрессия, которая и злость, которая у Александра бывает, если его, как вы считаете, его обидели. Есть такое понятие в психологии как неконструктивные психологические защиты, они работают на подсознании. И вот он сам виноват, но надо защититься, и вот он пытается таким вот образом через агрессию, через злость не дать себе дальше в обиду и оправдать себя в том числе, что действительно меня обидели, и мой этот гнев или агрессия, она обоснована. А необходимо в данной ситуации включить конструктивные защиты. То есть, по сути дела, то, о чем я уже сказал, я говорил духовными термиями включить добрую помощь, а сейчас я говорю психологическими. Если вот таким вот образом мы понимаем, что не все, кто нам сказал ни слова неудобро, желают нас обидеть, что не все есть так на самом деле, как нам кажется, то мы начнем собой управлять. И, конечно, вот этот свой грех необходимо чаще исповедовать. Причем, чем больше мы его будем высвечивать, тем он меньше будет действовать в нас. И в беседах со священником я думаю, что можно будет найти причину все-таки. Человек, ну, так сложно, вот обижается по любому поводу, но нужно глубже залезть. Что причина этой обиды? Или у него низкая самооценка или, допустим, наоборот, высокая самооценка. То есть вот почему? Это можно выяснить только при личной, конечно, какой-то беседе. Что глубокая такая испа и должна быть? Ну, риск и беседа, или беседа, потому что надо постараться просто найти причину. Что вызывает вот такую боль у него? Потому что агрессия, это понятно, это мы уже выяснили. А вот почему он так реагирует, что в нем? Может быть, если у него есть какой-то недостаток, допустим, он комплексует по этому поводу. А может быть, я говорю, что наоборот себя считает лучше других людей, поэтому всякое движение, которое ведет поперек его желания, его понимания, он так агрессивно воспринимает. В любом случае, это ненормально и с этим надо работать. Спрашивает Валентина. Моя бабушка всегда мне говорила, что в воскресенье или церковные праздники работать грех. Просила меня подождать что-нибудь делать хотя бы до обеда. Мне непонятно, почему труд может считаться грехом. Но грехом может труд считаться и потому, хотя бы, что не всякий труд есть добродетель. Вор залез в чужую квартиру, ему и замок надо открыть, и в мешок набить одежду, или что-то там крадет, и вынести. Он тоже трудится, и он питается этим. Но это не значит, что его труд добродетель. Что касается бабушкиного совета, бабушка правильно советовала, потому что работать в праздничные дни есть нарушение и в воскресенье есть нарушение заповеди. Все шесть дней делай и твори все дела свои деньжи седьмой Господу Богу твоему. Это не есть просьба. Бог не просит, а Бог требует каждого человека. Но человек не выполняет. Ему надо пойти на халтуру, ему надо пойти к кому-то еще. И в результате он работает. Ну, получается, мартышкин труд, что называется. Потому что те деньги, которые он заработал в воскресный день, они не держатся в семье. И каждый может отследить сам. Это, конечно, не касается тех вопросов, когда у нас дежурство или смена какая-то. И мы работаем. То есть, если мы работаем не ради прибытка или по графику, то это не является грехом. Конечно, мы должны работать. А все остальное, почему до обеда, потому что до обеда заканчивается литургия. Чтобы во время литургии хотя бы не работать. А после других, ну, даже если это какой-то есть свой подсобный участок, ну, можно помолиться, что-то почитать. И в храм не мог почитать, почитать хотя бы какой-то акафист, или канон, воскресенье, крестово. Ну, помолился. Потом занимайся трудами. Ну, может быть, не обязательно до двух часов, но хотя бы часов до двенадцати. Тогда и труд будет в пользу, и на огороде все вырастет. можно сутками это обработать. Я вот уже как-то приводил пример. Храм у нас в поселке стоит, и некоторые прихожане ходят на службу, а другие, односельчане, там идут в это время на огород. Если у тех, кто ходит на службу урожая не больше, они всяко не меньше, хотя работают и не меньше. Вот наглядный пример. Помощь Божия. Да. Если я нашла деньги и другую ценную вещь, что должна сделать? Валентина. Нужно пытаться всеми силами найти человека, кому принадлежит эта вещь, если есть такая возможность. Если такой возможности нет, то тогда в зависимости от того, что вы нашли. Вещь нашли, деньги нашли. Если это деньги, предположим, то, может быть, если сумма такая более-менее большая, то, может быть, нескольким бедным раздать. Если это одежда, то дать они имущему. Не обязательно нищему. Можно и знакомому какому-нибудь своему. Вот таким образом, потому что утраченное это не ваше, это Божье. В любом так считалось. И если мы не можем вернуть хозяина, значит, мы должны раздать, то есть Господь нашими руками хочет раздать тому человеку, который нуждается в настоящий момент более остро вот в этих деньгах или одежде или продуктах. А если этот человек сам бедный и он как раз нуждается, может он это себе хотя бы часть? Может, конечно, если он нуждается. Но больше подвига, если он это все раздаст. Но если он сам бедный и, может, Господь ему послал, вот нашел он там какую-то обувь, а сам ходит в тапочках рваных и искренне попытался найти хозяина, но не нашел. Ну и оставил послал на Господь. Ну, поблагодарить, конечно, Бога надо за это. Спасибо, Батюшка. Ну, слава Боже. Пишите Батюшке по электронному адресу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok